девчонки посмотрите какой красивый лук зимний как русский колпак шуба длинная и кроссовки модерна а вот девчонка идет на самом деле это очень розовый цвет фуксия а в телефоне кажется таким девчонки белиссимо капота ведь они даже салютуют поняли что я их снимаю начали меня салютовать так сейчас мы пойдем обратно сделаем чуть-чуть стрит-стайл и пойдем обратно парфюмерный магазин хотя вот это вот женщина блондинка которая рядом со мной сидела она сказала что в куине 20 процентов распродажи парфюмерия и если покупаешь на 150 евро то еще и 30 процентов распродажа я такая подумала что надо было мне все-таки купить вчера вместе может быть если вместе купила больше было бы скидки я что-то об этом не подумала хорошая мысля приходит опасля называется девчонки поэтому ой когда иду телефон дрожит потом будут критиковать так где у меня это виза баррелла виза баррелла у меня это сейчас должна перейти на ту сторону на следующую сторону должна перейти чуть-чуть немножко стрит стайла солнышко ушло стало прохладненько у меня еще по моему из 10-5 минут народ собирается потому что в 3 30 откроются магазины ой как жаль вот девушка очень даже модненькая ладно завтра да расскажу про сайт знакомств хотела интересную историю рассказать что не стоит девушкам делать после знакомства сайте знакомств особенно с итальянцами вот это вот блондинка который я вам показывала к ней пришла подруга она оказывается работает страховой компании и наверно лет за 60 уже хотя она прекрасно выглядит если 5 сегодня не проспала я бы съездила в венецию но к сожалению я проспала я потом такая капуша пока я проснулась пока я выпью чай пока я помоюсь пока я уложу волосы покрою лицо кремом то да сё уже наступает почти час 32 дня я не знаю что такое вообще раньше я такая была более мобильная быстро-быстро а в последнее время стала такая медлительная все делаю спокойно никуда не спеша нравится потом надо ответить комментариям хейтером которые за ночь понаписали всяких там колкостей гадостей сплетен вот на это тоже очень много времени уходит смотрите русская русская борзая до называется собака или нет и в итоге не успеешь оглянуться уже вечер наступает выпьешь чашечку кофе с кем-то поговоришь там встретишься случайно в баре и потому что город маленький все друг друга знают я человек коммуникабельный космополит по натуре это у меня от отца и матери они очень такие космополиты были у нас дома каждый день были фесты и гости музыка дастархан бешпармак большими кастрюлями чугунными варились народные традиции традициональные блюда казахские каждый день резались бараны которые дарились бесплатно моему отцу вот вам еще раз покажу ее сзади с которой я поговорила она сидела рядом со мною женщина элегантного возраста пальто от макс мара и в туфля и в сапожках от zara она мне сказала что надо миксовать этот шум конечно и о чем еще должна была сказать вот видите вот сердио рассказал адвокат что его дочка 28 лет подхватила этот вирус тест положительные была диарея была температура кости ломила и нету не не слышит больше никаких запахов не чувствует носом а вот с кем она живет 28 лет со своим мальчиком в одной квартире у него почему-то тест негативный два раза проверялся о боже мой здесь к сожалению музыка не могу и она на карантине всего 28 лет девчонки а вы думаете что молодежь не забаливает а мои знакомые которые там около лага дигарда которые на вертолете летают и на самолете маленьком до сих пор в интенсивной терапии вот он сердио он всю жизнь проработал адвокатом госпиталя вот он говорит что лучше не ложится в больницу вот он сам адвокат госпитале сейчас на пенсии что лучше не ложится в больницу потому что в больнице так залечат всякими этими лекарствами что люди умирают и прямо невозможно потом выйти не выйдешь вот у меня тоже какое-то такое подозрение что лечат неправильными лекарствами больницах вообще по всему миру экспериментируют на этих пациентах бедных зараженных коронавирусом и многие не выдерживают у них видимо какие-то конфликты внутренние физиологические с этими лекарствами экспериментальными происходят и поэтому они вот девчонки смотрите какие у них ботинки модные две девушки прошли и они умирают потому что вот очень много экспериментировали со всякими антиэбола антигепатита че анти айдос вот всеми вот этими лекарствами антивирусными и многие погибли поэтому наверное все таки лучше если совсем уж и не умирайте лучше больницу не обращаться а то залечат я же ведь такой человек который не употребляет никакие лекарства стараюсь не употреблять никакие лекарства не ходить к докторам не накликать на себя беду держусь подальше от докторов но если совсем там умираешь типа внематочная беременность или выкидыш конечно там уже нужна помощь медиков помощь скорой помощи а так я конечно не это чего это вообще не обращаюсь ничего не болит тут вот фу чтоб не сглазить и держусь подальше от них вот девчонки стрит-стайл не dolce vita стрит-стайл нормальных людей я разговариваю через через маску поэтому иногда у меня еще мне еще дантисты итальянцы за 10 тысяч евро сделали кривые зубы даже с этими как его с брекетами что я всегда когда разговариваю как будто немножко свищу свистеть свистеть от слова свистеть это значит я свищу до сама над собою смеюсь плюс еще маска я в шоке просто с этими масками даже тональные крема не нужны ну вот кто во что гора с девчонки я всех салютую потому что в реальности все почти одинаково одет и все в этих стеганках черных темных все в этих пальто одинаковых все в этих джинсах одинаковых кроссовках одинаковых никакой индивидуальности у людей так что придется долго ждать чтобы найти какой-нибудь интересный стрит-стайл индивидуальность какую-нибудь все как на подбор всех салютую доброго дня